Дополнительные материалы. Петиция Чартистов, принятая Национальной Чартистской Ассоциацией в мае 1842 года. Извлечение. Петиция ниже подписавшегося народа Соединенного Королевства утверждает, правительственная власть имеет своим первоисточником народ. Ее задача защита свободы всех и содействия благополучию всех. Она должна быть ответственна перед всем народом. Там, где отказываются в представительстве, должно быть оказываемое сопротивление обложению налогами. Из 26 миллионов только 900 тысяч обладают правом голоса. Ваше Величество получает из налогов на свои личные траты по 164 фунта 17 шиллингов 10 пенсов в день. Король Ганноверский 57 фунтов 10 шиллингов. Архиепископ Кентерберийский 52 фунта 10 шиллингов. Тогда как многие тысячи рабочих семей имеют по 3 пенса на душу в день. Ваши просители жалуются на то, что они обременены чудовищными налогами для уплаты процентов по так называемому национальному долгу. В Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе тысячи людей умирают от острой нужды. И ваши просители, сознавая, что не считаясь самая главная причина всех преступлений, с чувством удивления, смешанного с тревогой, следят за тем, как мало делается для бедных, немощных и престарелых. С глубоким негодованием смотрят они на решение вашей достопочтенной палаты сохранить в силе закон о бедных. Ваши просители сожалеют, что рабочие часы, особенно фабричных рабочих, превосходят все границы человеческой выносливости, а заработная плата за труд, совершаемый в душной, нездоровой обстановке мастерских, недостаточно для поддержания телесных сил. Укажите причины, заставившие чартистов обратиться с жалобой в парламент. Причины очень простые. Очень низкая заработная плата, запредельная длина рабочего дня, до 16 часов в день. То есть, если человеку, например, 8 часов в день надо спать, то 16 плюс 8 как раз-таки у нас все самые 24 часа и получается. То есть, а человеку еще вообще-то нужно как-то отдохнуть, еще нужно как-то поесть, а еще нужно добраться домой, то есть до дома, а потом еще с работы опять-таки дойти до работы. То есть, получается, времени не остается вообще ни на что при 16-часовом рабочем дне. Так что вот эта вот нищета, она и заставила обратиться с жалобой в парламент. Как чартисты определяют задачи правительственной власти? Упирать нищету, бороться с нищетой. Назовите требования чартистов. Требования это всеобщее избирательное право и обязательное уменьшение бедности, борьба с бедностью. Королева, ставшая символом величия Великобритании. Правление королевы Виктории было самым длительным в английской истории. Оно продолжалось почти 64 года. За эти годы в стране сложился культ королевы, в который англичане стали видеть живое воплощение величия Великобритании. И действительно, в эпоху викторианства монархия оказалась способна поддерживать устои порядка и благополучия значительной части населения. Став королевой, Виктория быстро усвоила парламентские традиции и законы государства, и очень скоро проявила такие черты характера, как властность и упорство. В 1840 году она выбрала себе в мужья немецкого принца Альберта Саксон-Кобурготского и создала образцовую семью, основанную на пуританских добродетелях. Она полагала, что если все граждане будут вести себя достойно и с уважением относиться друг к другу, наступит эра всеобщей справедливости. Девять детей родила и воспитала королева. Ее семейная жизнь способствовала престижу короны не меньше, чем экономические и политические успехи. С появлением в Англии общественного транспорта и бесплатной начальной школы популярность королевы стала перерастать в культ. Первое в мире лондонское метро, почта, телефон, крупнейший железнодорожный вокзал были названы в честь Виктории при ее жизни. В конце концов англичане стали видеть в своей королеве национальный символ и даже в самые тяжелые для страны годы относились к ней с почтением. Виктория подняла престиж монархии, пошатнувшейся при ее предшественниках, предпочитавших светскую жизнь и развлечения занятием государственными делами. Королева умело обращалась с министрами и парламентом, высоко ставила королевские права и не позволяла на них посягать. Премьер-министры начинали письма к королеве словами «Смиренно исполняя свой долг», а доклады делали королеве стоя. Она была сторонницей Тории и стремилась управлять страной твердой рукой. Но, как мы знаем, важнейшие политические процессы решались кабинетом министров. Глава кабинета Дизраэля в 1875 году убедил великую женщину выкупить у египтян Суэцкий канал, а в 1877 году стать императрицей Индии во избежание антибританских волнений. Великобритания стала называться Британской империей. Через своих сыновей, дочерей, внуков и внучек, а их насчитывалось около сорока, Виктория установила династические связи со всеми королевскими дворами Европы и использовала их для усиления английского влияния. Скончалась Виктория 22 января 1901 года. Ее последними словами были «Я не хочу умирать, я должна завершить еще несколько дел». Смерть старой королевы с искренним чувством оплакивали миллионы подданных, видевших в королеве символ величанглей. «Век уходит», — говорили они. Общее настроение выразил английский поэт Роберт Бриджес. Казалось, что колонна, державшая небосвод, обрушилась. С ее смерти закончилась викторианская эпоха.